Всем привет, мои хорошие! С вами Карина. В этом видео, ну это не то, чтобы обновленный текст, что в моей сумке. Нет, я в принципе хотела поговорить о тех сумках, которые в последнее время любят больше всего, показать вам их, но и заодно остановиться на содержимом, потому что в принципе кое-что поменялось, и наверное такое видео снять уже стоит снова. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Всем привет, вам просмотра! Как я уже сказала, сумок будет несколько, а точнее три. Две сумки и один рюкзак. Начну я с рюкзака, который вы в принципе уже видели. Это рюкзак с китайского сайта. Мне он без всяких, но безумно, безумно, безумно нравится. Потому что, во-первых, это хоть и рюкзак, но рюкзак не спортивный, и при этом он не городской такой вот обычный, кожаный, как частенько можно видеть людей на улице. Он сделан в такой немножечко винтажную, винтаж в этнонаправлении, то есть это верхняя крышка из то ли кожи, то ли кожзама, скорее всего, все-таки кожзама, за счет чему он меньше промокает под дождем. И ткань, которая напоминает чем-то, что-то среднее между холщевиной и рогожкой. Ну, в общем, плотное такое, ощущение какой-то домотканности. Что могу сказать относительно качества, он совершенно удивительный, потому что это совершенно не китайское качество. За почти четыре месяца, ну, три месяца, ладно, носки, хвосты, криво, этот рюкзак не испортился вообще нигде. То есть у него не появилось ни потертостей, никаких, ничего. Единственное, он собирает на себя кошачью шерсть, и, конечно, приходится перед выходом его немножко чистить. А на содержимом его я останавливаюсь позже. Вторая сумка, это тоже клуб китайской генн-инженерии. Выглядит она вот так. И она тоже, как вы видите, немножечко, не немножечко, она очень даже под ретро. То есть такой старинный видник очень. Здесь кожзам, но, с другой стороны, кожа не даст того эффекта, который нужен, потому что именно кожзам дает нужную стилизацию. Если не ошибаюсь, по стилистическому решению, это вторая была с роковых годов, но могу путать, потому что я слабовата вот именно в этом вопросе. К сожалению, в аксессуарке я путаюсь, куда, какой период, за исключением какие-то такие вот очень яркие представители своего времени. Если говорить про то, что находится здесь внутри, здесь вам кажется, что просто черная дыра и ничего не видно. На самом деле здесь одно отделение, большое, с достаточно качественно пришитой подкладой, больше, чем за год носки. Я ее ношу второе лето подряд. У меня ничего не отвалилось, ничего не оторвалось. Для такого вандала, как я, это, в общем-то, существенно большой плюс. Внутри также находится один кармашек на молнии, предполагается, что для документов. И два отдельных открытых кармашка. Предполагается, что в одном из них вы будете носить там помаду, зажигалку, презерватива, а из другого удобнее, пора будет вытащить ваш мобильный телефон. Из недостатков. Вот этот вот крючок, к сожалению, приходится периодически стучать по нему молотком, потому что они расходятся, и если сумку немножко перезагрузить, получается, что идешь вот так вот с открытой сумкой, и просто открывается на ходу. И на эту сумку я повесила ленточку. Это лента «Свобода героев 6 мая». Если вы не знаете, что произошло 6 мая в Москве, пожалуйста, погуглите, почитайте, сделайте свои выводы. Но в любом случае, это моя позиция, я не хочу молчать о таких вещах. И если я просто буду ехать со значком или с чем-то, человек обратит внимание, может быть, в его голове что-то отложится, он что-то прочитает, и его мнение как-то поменяется, я думаю, что это значит, что я сделаю все не зря. Даже если и так не произойдет, нет, в чистом виде вопрос совести, для меня для самой это важно. Просто, что это моя позиция, я не собираюсь ее скрывать. Значки на такие сумки смотрятся, согласитесь, нелепо, поэтому здесь очень даже органично вписалась вот такая белая ленточка, как все эти сумки, с которой у нас случилась просто любовь с первого взгляда, стоило мне только ее увидеть. Это вот такая вот сумочка, опять же винтаж, но на самом деле это уже не новодел, это действительно сумка, которая в этом году исполняется 60 лет. Она 54-го года выпуска. Краткая предыстория. Смотрю я как-то ленту на Фейсбуке, и вижу, как моя подружка выкладывает какую-то группу, что-то типа продам, отдам даром, ну, в общем-то, такая барахолка. Вот эту вот сумочку за какие-то смешные 400 или 500 рублей, я вижу сумку, я понимаю, что между нами вот вспыхнула страсть, и эту страсть уже просто так не погасить. Я пишу, что если, пожалуйста, срочно отложи сумку, я за ней приеду буквально завтра. Оказалось, у нее старенькая-старенькая тетя, которая в прошлом театральный работник, естественно, очень модная женщина для своего времени, оставила ей кучу самых разных сумок. Тетя еще жива, хотя уже недалеко за 80, если за дни, за 90. Оставила ей кучу разных сумок, старинных вещей и тому подобного. Она что-то, что-то она выбросила, потому что она уже неуместна совершенно. Что-то оставила себе, что-то решила продать. И вот эта сумочка была среди них. Здесь, я не знаю, кожа или это курзан, но для меня это вообще не принципиально. То есть если с обувью я очень педантична, в этом плане я могу себе позволить носить кеды, я могу себе позволить носить какие-нибудь сандали на двух лямочках, ну, вот как сейчас модные вот эти вот обувки, обувь, где просто отдельно палец отставлен, а все остальное, как бы четыре пальца идут вместе. А не кожаная, я еще могу себе позволить какую-то летнюю обувь, в принципе, типа босоножек не кожаную, потому что, ну, все-таки лето многодышит. Но вообще я очень принципиально к вопросам кожаной обуви. А вот что касается сумок, мне вообще без разницы. Кожаная, не кожаная. И не кожаная смотрится круто, и кожаная смотрится в божески. Ровно наоборот, и вообще это ни разу не показатель. Да и все-таки, ну, честно сказать, немножко зверюшек, ну, так, чуть-чуть, ну, жалко. Хотя, конечно, больше всего жалко тех, которые там, вот, котиков, собачек, их мне жалко больше. В общем, речь не об этом, речь о сумке. Две короткие ручки, никаких дополнительных лямок здесь не было. Здесь одно отделение. Сумка, ей 60 лет, у нее абсолютно идеальное состояние. Это вот не я носила, потому что я бы, конечно, ее изуродовала быстро. Я боюсь, что долго она мне не... Ну, я ее берегу. Вот, я ее берегу, мне ее как-то так не хочется на каждый день. Поэтому, поскольку у нее жалко, я надеюсь, что она все-таки у меня выживет хотя бы несколько лет. Здесь одно отделение, вот, с одной стороны. И точно такое же, без всяких молний, вот здесь, с другой стороны, для мелочей. Это у меня чуть-чуть уровня прибавляется. Денежку нужно. Соответственно, замка, как такового, нет. Здесь такая вот пряжечка, а с этой стороны вот хлястик. И, соответственно, хлястик опускается в эту штучку. И она вот так вот закрывается. Она, естественно, небольшая. Много в нее не сложишь. Но, поскольку она и не на каждый день, то, в общем, я считаю, что больше не нужно. Вот такая прелесть. Безумно ее люблю. Честно сказать, даже с моей безалаберностью стараюсь. Чувствую сейчас, я фокус только вот так. Положила шляпу. И сейчас буду вынимать из шляпы всякое разное. Что-то вам рассказывать, показывать. В общем, да. Как кролика. Так, первая вещь – это наушники. Наушники у меня обычные, из дебросети, рублей за 500. Главное у меня условие – это вот эти мягкие резиночки, просто потому что наушники-таблетки или наушники-эппл или любые другие наушники, за исключением еще КОС, которые, конечно же, хрен надежные, у меня в ухо просто не влезают. Поэтому приходится брать исключительно. Такие следующие вещи – это сигареты. На них мы не будем, это звук мерзкий. Мы не будем останавливаться подробно, а то сейчас начнется. Вот, опять, в себе неиздоровый образ жизни. Да-да-да. Курю. Да. Третье вещь – это расческа. Расческа у меня, помните, я говорила про расческу из свиньи. Квот. Втеряла я ее. Обидно, безумно. Пока не купила новую, прихватила вот такую. Самое обыкновенное. Единственное, что вот эта сторона, где мелочи-мельчие зубчики, она чуть больновато чешет. Вот эта замечательная. Мой блокнот. Он у меня порядком похудел. Я вообще люблю больше, конечно, блокноты не ленованные полностью, потому что в них еще и рисовать можно. Красиво. А такой ее не порисуешь, но зато удобно писать, никуда почерк не кинется. Хотя кто бы еще писал там по линейкам. Я его когда заводили, я вообще думала, что я не буду писать про муловаренье, про всякие тут масла. Три страницы про масла. Дальше. Таблеточки записаны, номера телефонов, список кистей, джинс, пирог-король с одним яйцом, кубеты, рыба с бананами. Какая-то зарисовка на тему переезд в Москву плюс вопросы Веры. Хотя до вопросов Веры я не дошла. Явно планировала снимать какое-то видео, но явно очень давно, и вот так оно у меня не сложилось. Дальше. Зарисовка по поводу уверенности в себе в стандартах внешних данных. Что я тут писала, зачем я это писала. У нас писала только название. Видимо, тоже хочу планировала снимать, но не сняла. Правила подбора гардероба. Вы наверняка смотрели. Лайки весны. План на новые видео, но это буквально пару дней, как писала назад. Горизонтальная и вертикальная полоска в одежде. Определяющие факторы при подборке стилистического решения в гардеробе. Это я тут в мае на курсе имиджмейкеров ходила. Кстати, вот если интересно, скажите, пожалуйста, я думаю, снять видео или написать статьи, или сделать и то, и то. Потому что материал реально интересный. Я не уверена, что в формате видео мой бубнеж про то, как определить драматический или классический стиль, будет интересным. Или все-таки сделать это со слайдером, с презентацией, или сделать вам просто в текстовом виде, или сделать вам и то, и то. Напишите, пожалуйста, внизу. И вообще нужно ли мне это делать? Если уж на то пошло. И в конце, конечно же, целая схема подсчета мафии. Вы что, в мафию свод? У нас в сфере мы в фанере играем к ночам. И я чаще веду, поэтому я не запоминаю там кто что. Я просто предпочитаю неудобно записать. Айпад, обычная двойка. Стив Джокс бумер, увидев айпад, который заклеит скотчем вот здесь вот. Ну, отваливается, разбилась, тут отваливается кнопочка, у меня нет времени дойти на совелку, чтобы все это дело заклеить. Ну, в смысле, не заклеить, а поменять ему стекло. Дальше. Обычный телефон. У меня техника вся в руках горит, на телефон у меня тоже вот здесь вот лопнувший. Но аж на другой стороне, как он видно, не лопнет. Если я его в день раз по пять на работе на кафель роняю, то потому что он из кармана выпал, то потому что у меня ручки и жутки. Ну, в общем. Это, кстати, Fly Energy IQ 440. Ему уже больше двух лет. И, в принципе, для своего, конечно, времени работы моего книга с ним жестокого обращения. Если бы, кстати, сажали за жестокое обращение с техника, я бы уже сидела лет на 10. Так вот, за мое жестокое обращение он, конечно, сильно пострадал, но на удивление не держится, вы знаете. Это, наверное, вместе работало хуже. Дальше. Ручка. Спертая из киевской пиццерии. Пиццерия называется «Мафия». На ручке тоже было написано «Мафия». Люблю ее нежно. Мой кошелек. Вы его уже видели в видео про фрешенол. Я тогда говорила, мол, дала. Сейчас похожу немножко и новый куплю. Хотя он мне понравился. Но в итоге я ничего нового не купила. Хожу с этим. Потому что реально я к нему нравится, привыкла. и как-то родной такой стал. Уже кое-где пообкотался, поэтому надо, конечно, что-нибудь уже подновить. Но не знаю, подумаю пока. Пока-пока-пока не знаю. По крайней мере, у меня был кошелек, который я безумно любила, который у меня украли. И сейчас мне очень удобно ходить вот с этим. Больше мне пока ничего так на глаза не попадается, чтобы я прям увидела. У меня случилась с этим кошельком вот та самая просто любовь с первого взгляда. Паспорт. У меня страсть к разным аксессуарам. Я уже об этом говорила. Это показывать не буду. В общем, у меня то, что мои друзья называют набор проститутки в сумке. Это паспорт, зубная щетка и сменные трусы. Всегда. И, конечно, есть блогеры, которые, когда фаберлик выпустил нижнее белье, потом там лифчиками с трусами в кадре крутили. Кто-то увидел, что это, мол, смело. Я считаю, что это не отсутствие комплекса, а отсутствие, вообще, в принципе, воспитания. У меня все-таки, хотя бы, эти зачатки не присутствуют, поэтому поверьте на слово. И последнее, это косметичка. Та же самая, что я показывала в прошлом теговом видео про сумку. Что же у ней внутри? А, косметичка эта мне была дарена бонусом к туалетной воде моему любимому бодуару от Vivienne Westwood. Что у нее внутри? Во-первых, это вообще лосьон для тела, конечно, длинное. Я его использую как крем для рук, ношу с собой. На всякий случай, зажигалка. Мало ли, они всегда теряются. Как раз запасная зубная щетка. не складная обычная пудра. Когда-то это была пудра от Essence Fix & Matte, но Essence там уже давно нет, потому что здесь совершенно какой-то адский микс. Я когда-то сначала пересыпала туда пудру от Divash, когда там еще чуть-чуть Essence оставалась. Когда там оставалось еще чуть-чуть Divash, я пересыпала Clorans. В общем, в итоге там что-то странное, но на самом деле она совершенно идеально просто матирует кожу. она убирает кривой блеск, она реально работает не хуже Криолана, как мне кажется. Просто, по-моему, именно за счет того, что я там не мешала все, что только было можно удышать. И дальше. Я не ношу с собой, вы знаете, как многие девчонки там носят с собой всю косметичку. Нет, я все-таки стараюсь краситься утром, а брать с собой дальше только там кое-что для подправления макияжа. Я ношу с собой сейчас блеск для губа Теллюзор, просто я его добиваю. Мне он уже надоел, хочу закончить. Карандаш для бровей это хоберлик. Миниатюра туалетной воды булгари, зелененькая. Сейчас, если пользуюсь той туалетной водой, которую я в большом размере, естественно, переливаю ее в траву, в какой-нибудь из. Если вот есть миниатюрка, то просто нашу миниатюрку. Смысла отсюда в траву переселять, конечно же, никакого. Ну и моя помада, это помада, которая у меня сейчас на губах, это моя самая любимая помада. У меня есть и нуба милибачи, и всякие разные, и стойкие, и не стойкие, но больше всего я люблю вот эту помадку от Сифора. Я ее уже годика три, наверное, два с половиной, так точно. Это третий оттенок. К сожалению, я ни в одной Сифоре, в Сифоре, в России ее больше не видела. По-моему, она просто вообще снята с производства. Если вы где-то ее увидите, я вам очень рекомендую, пожалуйста, покупайте все оттенки в двух цветах. Один присыпаку оставляйте себе, второй шлите мне, и я вам отправлю деньги. Она очень клевая, ну правда, ее уже больше нет, я по ней скучаю, буду скучать, и очень сейчас стараюсь беречь, хотя ну вот реально must have, ну вот прям, у меня каждый день тянется к ней рука. Особенно, когда становится как-то тепло. Это, по-моему, все. Да, это все, больше там ничего нет. В общем, развела вокруг себя жуткий бардак, такого свалки на столе давно не было. Вот, собственно, все содержимое всех этих сумок. Надеюсь, вам было интересно, потому что запрос на это видео был неоднократно. спасибо вам за просмотр, оценивайте, пишите комментарии, подписывайтесь на видео, ставьте лайки, если они вам нравятся, подписывайтесь на мой инстаграм, обязательно напишите мне по поводу стилистических, вот видео о стилистике, текстах о стилистике, поставьте, пишите внизу. Спасибо вам за просмотр еще раз, и увидимся скоро в следующих видео, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Игорь Негода.